Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Деяние апостола, 18 глава, с 1 стиха, потом я скажу, где перейдем на другое. После всего Павел, оставив Афины, пришел в Карин. И насчет некоторого иудея именем Акилу, родом Понтиянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что главный повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. И когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел, понуждаемый был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Поясним немного. Апостол Павел поминает многие имена. Бывает один раз, два раза. Прискилу и Акилу семь раз. Почему? В одном месте он говорит на первом месте Акила и Прискила, муж и жена, а потом Прискила и Акила в другом месте. Святые разбирают этот ответ. Она была из знатного рода. Может, это имело значение. А он ремесленник. И они познакомились. В дальнейшем они будут близки апостолу Павлу. И вот мы сейчас считаем, где... А почему Клавдий Император повелел изгнать всех иудеев из Рима? Они поселились, жили, работали. Вдруг указ. Всех вымести оттуда. Виноваты христиане. Уверованные во Христа и стали говорить. Мессия пришел. Уже ждать не надо. И везде, всюду возникали споры. А споры это мятеж. А в столице этого не должно быть. В 80-м году, в 1980-м, в Москве были Олимпийские международные игры. А где христиане, там никогда мира не будет. Почему люди не вернущие? Они говорят, сразу возникают споры. И власть предприняла меры. Всех вымести оттуда. Это же самое повторение. Меня в то время сразу арестовали. Никакой вины нет. Олимпиада кончилась. Говорят, ну теперь возвращайся обратно. История повторяется. На круги и слоя она выходит. Здесь та же самая история. Здесь говорится, что в городе Каринфий пришел. Город Каринц. Это портовый город. Там люди вообще Бога не знали. Самое строгие послание апостола Павла к Каринфянам. Два, а на самом деле три. Дальше он, когда читаем, мы видим, это уже не первое послание, которое называется первым. Там всякое безобразие было. Моряки, когда сходят на берег, они не знают, что делать. Заработок хороший. Вот в Владивостоке было. Куда пойти? Дома, притоны. Прошел дальше-то. Он без козырка. Нанял две машины легковые. В одной без козырка лежит, в другой сам едет. И по всему городу, чтобы видели, какой он богатый. Это всегда было такое. Это люди неблагонадежные в моральном отношении. Он в море один и ударвался. И вот эта беда была там. И апостол Павел, придя в этот город, это было в 50-м году, после Рождества Христова, осенью. Он видел все это бедственное положение. С чего начать? С кем говорить? Мне это пришлось испытать. Вот мы, когда ездили в миссионерской поездке, это не две остановки было, а 650. И первым делом хочется найти. Мы искали в библиотеке. Искали, а где люди собираются? Вот этот вопрос, а где тут собираются, привел меня к Библии. 27 сентября 1962 году. Это же самое там было. Как они сошлись? Все-таки знали. Вот этот Акила, он хорошо знает Писание, опровергает иудеев. И везде начинаются искры. И он к ним. А в чем занимаетесь? Портовый город, да там много путешественников. И товары, особенно большим спросом, палатки, шатры. По сей день неизвестно, что из кож они его шили. Или ткань какая-то была, тоже неизвестно. Нас это не трогает. И все-таки Павел не хотел быть в тягость кому-либо. Такое правило надо. Мне дал Бог. Я говорю, опытом делюсь. Когда говоришь, проповедуешь где-то на площади, кто-то подходит и в карман ставит тебе деньги. Я рукой держусь за карман. Нельзя мне этого делать. Я сразу, с первого дня, поставил себе правило. Если мне дали 10 рублей, я постараюсь в этот день отдать 12-15. Чем больше мне дадут, тем беднее я делаюсь. Это помогло устоять. Потому что я проповедую. Подходит женщина, сразу положила мне деньги сюда. Зачем? Помолитесь, чтобы хрущен сдох. Да что за молитва такая? Они не знают. Но они знают, что плохо и кто-то виноват. Всегда надо начинать с самого себя. Собирались по домам. Мы это место сейчас увидим. Храмов не было. Храмы только появляются в 3 веке. В 3. А в 4-м, когда уже Константин даст свободу христианам, свободу вероисповедания религиям, тогда большие храмы будут строить. А вопрос стоит, а нужны они? Москва 40-40. 4 за 4 это 1600. Было, да, так и было. Колокольный сбор. Люди идут, куда? В храм бегом бегут. А знают Бога? Вот один вопрос. Собирались по домам. И мы увидим, что ежедневно собирались. Нужно было найти этот дом. Вот меня Господь привел, я такой дом посетил. И я получил впервые Евангелие от Марка, потом Матфея, потом Новый Завет, а потом и Библию. Вот повторяется все. Мы вчера говорили о том, что тема трезубца, которым сатана поразил рот человеческий, Дева Древа Смерть, а она была продолжена в Новом Завете. Христос вырвал эту и ударил Деву Древа Смерть. Мы разобрали, что значит женщина, как. Вчера мы разбирали, старались проникнуть. Дева такая была, женщина была, Девора. Библия больше не находил, нигде и в жизни не слыхал. Жила отдельно, с мужем. И весь Израиль ходил к ней. И какой бы вопрос не решился, идут, интернета не было. Она бы сейчас набрала номер, и все там, зашла. А никого нет. И весь народ приходил. И не было ни одного противления. Моисею противились, а ей нет. Но она была до Моисея. Кто она такая? Происхождение ничего не известно. Но одно то, что без нее военачальник не хотел воевать, это говорит о многом. Если такая Девора была бы в 41-м году, Гитлер, может быть, сдал бы там, около Брестской крепости. И не прошел. Это не Матрона московская. Это женщина, которая в Ветхом Завете, духом проницательным, пророческим, проведена, что будет. Ты пойдешь. Оттуда возьми воина. Вот здесь выступи. И там, то ли колеса за колеса, 900, считаем, колесниц, это танков современных, тигров, пантер. И все разрушилось. И Сесара был убит. Теперь мы смотрим дальше. Роль женщины. Роль женщины – апостола. Первый апостол для апостолов – это, конечно, Мария Магдалина. Мария Магдалина. Но здесь мы считаем о других. Кто они такие были? Немного узнали. А далее они приняли апостола. И дальше он непрерывно посылает им приветы. Где молятся люди? Вот у нас как-то одно время здесь конфликт такой возник. Здесь вот я напоминаю, кто позже приехал. Батюшки нет. А мы полную службу. Зачем будем вести? Вот это что есть? Так царь Виктор Николаевич, Савченко. Мы дали на рассмотрение идти, он посмотрел, а тут все включено. Это он составил. Вечернее и утреннее, без батюшки. Ну а батюшки нет. Мы зачем в храм пойдем? Мы собирались у нас в лагере, в детском лагере. Нашелся человек, который нас крепко упрекал. А батюшке сказал, здесь особое место присутствия Божия. Все правильно. Но мы совершали службу. Этого человека нигде нет. Надо быть очень осторожным. Мы собирались по домам. Потом мы там, где и на своречнике был. Потом тот, который Саванг, где тут мироценение жил. Тут мы молились. То есть это все синагоги наши. Это же самое у нас в Барнауле было. У нас не было храма никогда. Купола никогда по сегодняшний день не было. А где собирались? Собирались мы на второй строительной 62-16. Ну, тогда площадь большая. По стенам туда включается столовая. Включается все ночное, дневное и две мастерские. 12,8 квадрата. Комнату свою замерьте однажды. И 11 человек, если у нас ночуют, мы недалеко от вокзала. На пол никто не ложился. Вся комната была разбита на плацкарты. Я на комнату сейчас еще за нее бился, чтобы сносится бара где-то. А потом мы жили в Никите на 147. Это не 2 человека, а до 90 человек. Это наша община. Все они стояли. По лестнице на втором этаже было. Я другой раз выходил на улицу, слышу потрескальный дом. А он старинный купеческий дом. И на подгнил, и наклонился в эту сторону. Много людей. Как бы он ни лухнул, я так боялся. Ну, а потом у сестры одной собирались. Потом рядом жили предприниматели. Мы у них там нашли место, они нам дали. Храма не было. А вот теперь мы находимся на Ползуново 6. И там совершается богослужение. Делается храм. Слово храм в подлинном смысле. Тогда дом. Когда там совершается таинство. Приложение, как говорят, хлеба в тело, а вина в кровь. А просто собираются. Ну, это дом Божий, церковь. Вот мы видим, они собирались. И таились. И надо было запирать крепко двери. Вы помните, когда Петра освободили. И он ночью ангелом освобожденный пришел, стучит в дверь, знай, где собираются. Все замерли. Служанку рода выпустили. И сходил, узнай. Я Петр. Она вернулась. Петр, ты бумер. Его завтра казнить будете. Уже все, а фиши будут. Это есть такая загадка. Где такое есть? Говорят, просили, верили. А получили, не поверили. Они просили, верили. Бог силен расторгнуть узы и вернуть его. А когда вернулся, никто его не пускает. Мертвец воскрес. Вот это тоже сегодня можно испытать. Мы считаем про одного из тратей. У него дома собирались. Маленький какой-то магазинщик был. И кто последний пришел молиться, не закрыл за собой дверь. Это же те святые говорят. А сосед неверующий послал дверь открыться. Зашел в пение. Он заглянул. А там люди поют. Сразу властям дал. Они еще литургию не кончили. А арестовали всех. И казнили. Запирайте двери. Закрывайте шторками. Будьте внимательны. Это прямое. 10.17. Евангелие от Матфея. Христос говорит, остерегайтесь людей. Остерегайтесь, ибо они будут предавать вас. И вот апостол Павел нашел Аттилу и Прескилу. Дома прочитайте больше. Теперь с 18 стиха по 26. Это уже главу. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отбыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила. Остерегши голову. Павел пошел и они с ним. Какое счастье иметь таких помощников, когда ты проповедуешь. Когда с тобой люди, когда принимают. Вот мы проехали не два километра, а 120 тысяч километров. От Ивостока до Португалии. И нас везде принимали. Вот знаете, принимали крещение две сестры. Валентина и Тамара. Она умерла, а Валентина Старстисон там в зоне Берге живет. Ему ей делали ставку. Она собрала людей. И там мы беседовали. Тут наша сестра. Были мы в Греции когда. Она собрала людей. И там мы беседовали. Домашняя церковь. Вопросы. Местописания. Сделайте свой дом церками. Домашняя церковь. Домашняя церковь тогда, когда есть общая молитва. Какой бы ни был ребенок у тебя, подними на молитву. В нюрке принеси его, чтобы он слышал. Это на другом уровне будет восприниматься. Домашняя церковь только там, где есть в определенное время. А не так. Ребенок спал, соскочил. Иди там в другую комнату помолись. Еще ребенок помолится. Другой раз. Тусь и сядь увидим. Спят. Да как спать? Уже такие дни. Не воскресные. Восемь часов еще спят. Это что, скотины нету? Жизни нету? Приходишь через полчаса, никого нету. Все разъехались. А когда же молитва была? Это беда большая. Для молитвы выбери время. Выкрой. И здесь они нашли. Они настолько понравились друг другу, что Павелы считают родными и близкими. И вместе они отправились в другое место. И с Каринфой куда прибыли? В Сирию. Вот так. Это немалый путь. И они неоднократно будут возвращаться к себе на родину. Считаем дальше. До 26 стиха. Достигший Ефеса оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями. Когда же они просили его побыть у них долей, он не согласился. А просился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И проведший там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фрегию, утверждая всех учеников. Некоторые людей именем Аполос родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил, а Господи правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге. Услышали его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Вот видите, снова упоминает Акила и Прескила. Кто такой Аполос? Немного сказано о нем, красноречивый был. А до конца не знал. Его сразу заметили. Как он опровергает иудеев. А они его пригласили к себе домой. Акила и Прескила. Рассказали ему больше, и он теперь дальше понес. Я все говорю, каждый стих Писания применяйте к себе. Иначе это просто знание было в голове. Наша мать ничего не знала, кроме того, что родители сказали. Считать не умела. Но она сказала, вот это нельзя, вот это нельзя в комсомол, нельзя там танцевать. Что она знала? Мы это все восприняли. Я знал, есть Бог, есть вечность, страшный суд. И в армии говорил это людям. Дальше я не знал, что сказать. Я знал, это нельзя делать, это нельзя. А о Христе ни одного слова не мог сказать. Я не знал. Офицеры, большое звание, учатся в академии. А я в это время занимался несколькими языками. И им нужно было переводить там контрольные работы какие-то. Я это делал. И каждому говорил о Боге. А дальше, теперь только думаю, Господи, в какой же бедственной столкнули нас те, кто не проповедовали. В какой обстановке мы жили. И когда Евангелие дали мне почитать, в другой комнате, я первый раз начал читать. Сразу не согласился. Абрам родил и срак. Ну что другое, я знаю, что мужик не рожает, а женщина рожает. И дальше, ладно, Рождество его было так. Скорее выписывать. Дальше, вижу, выписывать еще нельзя. Все божественное. И когда-нибудь с обеда люди эти зашли в комнату, ну и как? Я говорю, это книжка, очень интересно. Не книжка, это книга, книга, Библия. А хотите помолиться? Все молиться. Достойно есть всякого истину. Благородие, все дела, радость. Я другого не знаю. Я никогда по-другому не был. Они пятидесят эти. Говорение на иных языках, когда бурный ветер был. Стали молиться, а я хладиваюсь, они подумали, бурный ветер. Поглядели, глаза-то открыли, а я молюсь, ну пускай хоть так молится. Но своими словами хочешь помолиться? Как своими? Ну что тебе не хватает? У меня все есть, работа на корабле, деньги, есть здоровье сто процентов. У меня бурный ветер. И меня Бог поймал на второй главе Дияния апостола. Когда Дух Святой сошел. Заговорил на иных языках. А им это главное. Они меня еще не знают. Говорят, а веришь в это? Как? Сразу? Ни дня не учились? Нет. Я вот английский научился. Четыре месяца ушло. Латышский там не полных три месяца. Но чтобы сразу? Нет, значит не веришь. Пока давай вырываем. Как вырываем? Ну раз не веришь, зачем мне нужно? Я понял, у меня нет веры. Господь первый раз мне указал веру, у меня нет. Понимаете, вот все к себе применяй. Когда в университете я вел занятия, Мужчина один вышел, радуется, идет со мной, А вышел меня на голову. Вот теперь я поверил. Конечно, я возрадовался. Он поверил. Я говорю, я поверил, что я не верующий. Он в это поверил. Он сделал то, что я сделал. Я понял, что я не верующий. Ну теперь уже Христос привлекает. И стали молиться, я попросил. Дай мне веру в эту книгу. Каждый проверьте, что вы получили теперь уже через этот промежуточный этап. Через меня услышали о Боге. На первом месте Библии. И уже к утру весь караван кораблей, куда я вернулся, И первому матросу стал говорить о Боге. Меня никто не заставлял. Я говорю, живем неправильно. Христос умер за нас. Весь караван кораблей узнал. Лапкин сошел с ума. Все. Если тебя считает хорошим весь мир, ты подумай сам, какую глупость ты сделал, что тебя мир хвалят. Их не хвалили. Они таились. Они бежали. Переходили с одного места в другое. Образовывали общину. И далее. 26 стих прочитали? Вот так. Теперь Элимином 16.3. 16.3 и 19. Приветствуйте Прискилу и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе. Сотрудники во Христе Иисусе. И тогда говорите не просто спасибо, спасибо, нет такого спасибо. Говорите себе о спаси Христос. Имя Христа должно везде звучать. Я бы такие вам истории мог сказать в нашей жизни были. Только то, что один из наших громко сказал спаси Христос. Назавтра пригласили меня в ресторан в пользу. Я 4 часа проповедовал непрерывно. 4 часа. Благодаря одному слову. Это целая история. Не просто говорите Бог. Бог это у разных народов себя. Иисус Христос. В одном только послании апостол Павел повторяет больше 20 раз это имя. Иисус Христос. Сатана не может это терпеть. Иисусы были. Христы были. Но Иисус Христос только один Бога-человек. Сошедший с неба. И воплотився через Дело Марию. Итак. 30 стих. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас. Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Вот это в них он нашел. Вот сейчас какой-то первый их назвали блуждающие проповедники. Ходили. И что интересно. Ну а как узнать какое? Вырабатывали особый такой реестр. Если он находится два дня, это от Бога. Если три дня, гоните его. Это просто проходимость. Если просит хлеба, дайте. Если просит деньги, выгоните его. Это мужчины апостолов считают, это дедахи. Когда считаешь, думаешь, ну может быть он забыл выйти. Не важно. Выгоните его. И все знали. Два дня он обязан идти в другое место. Дали хлеба в котовку иди проповедуй. К нам кто придет? Вы помните, когда наводнение было хабаров, все залило. Президент летал, смотрел. Дома брошили. Я пошел по деревне. Я взял заявление в органы, чтобы пришли. А сколько вы можете принять? Летом я 100 человек могу свободно принять. Есть куда поселить, накормить. Это я могу. Но на зиму 50 мы могли бы принять. И некоторые даже разговаривать не стали. Это как у меня. Они меня стеснят. Людям жить негде, затопленные дома бросили. Они взяли в кредит, а не работает. Кредит растет. А проценты насчисляются. Народ застонал. Я пошел, в каждый дом здесь заходил. Некоторые, ну пожалуйста, только ко мне, чтобы женщины были. Другой наоборот сказал. А Илой категорически отверг себя. Еще не было, никто не приехал, а уже себя показали. Это я говорю о наших людях здесь. Вы сами себя уже проверьте, ладно ли. Хотя бы в намерении ты был. Хотя бы ласковое слово сказал, как Тургенев пишет. Это тоже доброе даяние. Второе Тимофею 4.19. Павел пишет послание к любимому ученику Тимофею. И приветствуй Прескилу и Акилу и дома Ниссимофору. Куда письмо мне пишут и везде Прескила и Акила. Как они близки были ему. Вспомнит ли какой-то проповедник, если к нам кто-то заезжал, чтобы его так приняли. Чтобы его накормили, напоили и слово его понесли дальше. А это мы все здесь. Я как раз говорю сегодня о новом завете, героях веры. Оба они хочут жизнь мученически. Мы еще сосудим других. Еще одна пара есть такие, женатая семья. Семья благовестников. Если мужа арестует, жена все поведет дальше сама. Она знает, как и где, и что. И что бы ни говорили, она против никогда не пойдет. У нее одна забота продолжит то дело, на которое нас призвал Господь. Вы себя испытайте. Думайте, жениться, то другое. Главный вопрос. Кто будет с тобой жить рядом? Знает ли он Слово Божие? Будет ли он благовестником? Вот знакомые мои отдали дочку свою. Приезжает ее муж. Он был когда-то у нас в лагере. И нынче на крещение он привел одного человека. И он принял крещение. То есть он работает. Он начался, от нас много материалов получил. И он не сидит. Благословенно вы добудете. Но только побуждайте к этому постоянно. Где на работе бываете? Свидетельствуйте людям о скором пришествии Христа. О его любви. О его ожидании. Каждого из нас. Деяния. Вторая глава, 46 стих. Наше преимущество просто от проповеди. То, что второй человек считает. Вы на 100% уверены. Это Библия нам говорит. И каждый день единодушно пребывали в храме. И преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Храм был один иудейский, они приходили туда. Но там он только можно было где-то сказать. А здесь ежедневно по домам. Поэтому, когда нас упрекают, а у вас и купола нет в Барнауле. Ударят всем по куполу. Где мы будем. А так нас по сегодняшний день не трогают. Вот когда распространяли что-то, нельзя там собираться ближе. Нас никто не трогал. Вообще никак. Это ограждение наше, наоборот. Итак, Деяние, 5 глава, 42 стих. И всякий день в храме и по домам не переставали учить. И было не доставали. По домам. Еще читаем. 20 глава, 20 стих. Деяние апостолов. 20 глава, 20 стих. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Павел, всенародно и по домам. Никаких не было храмов. Вообще не было. Ежедневно и по домам. Вот спрашивают, а почему человек один рано стареет, а другой дольше сохраняет себя. Это все на нервной почве. И самое главное, осуждение. Пустотой наполненной жизни. Соберутся говорить, и еще начинают, как говорят, промывать косточки где-то. Как мне и говорят. Ни одной, говорят, встречи не было с людьми, чтобы вас не захватили. Дальше. Алтайская епархия. До этого митрополита. Знакомый наш священник там был. Они собирают аппархальное собрание. Ни одного собрания не было, чтобы вами не начал, архиерей вами не кончил. А этот по-другому. Приехал, все по-другому. С семинаристами беседы, священники собраны. А наш человек туда пришел по делу. И слышит. Вы не смотрите, что наш митрополит такой. Он очень внимательный. И он там распекает их по счету света. Вы дождетесь, что ни одного прихожанина не будет. Почему Игнатий Тихонович, когда крещение было? И там мы везде задаем, раздали Евангелие. 450 Евангелие раздали только, когда крещение было. А вы сидите, ничего не делайте. Он пример ставит. Вещь неслыханная. Тем более, мы ему фактически не подчиняемся, как бы, относимся к залубежной церкви. Это милость Божия за прошлое, что было. Как нас там давили. И нам все равно в этом бреда не было. Они будут говорить. Так, а вы делайте свое дело. 1 Тимопея 5.19 Обвинение на пресвитера не иначе принимает, как при двух или трех свидетелях. 13 стих При том же они, будучи праздным, приучаются ходить по домам. И бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные и говорят, чего не должно. Кажется грубое слово болтливые. Это женщина. Молодые, там обдавели где. И Павел говорит, жени, замуж выходите. Воспитывайте детей. Некогда будет ходить по домам. Ходят. Праздные, праздные, то есть ничего не делают. И болтливые. Слово болтливые больше не найдете. Ну, как-то можно еще сказать. Это люди, которые за собой не следят. Все это лишний вес. И глава внутренних дел, министр, издал указ всех пузатых уболить. Я такого никогда не встречал. Просто официальное слово пузатый. Почему? А куда он? Догнать преступника не может. Зачем он нужен? Тем более перед Богом. Следите за собой внимательно. А объявите войну плоти, чтобы душа господствовала над ней. И тогда везде у вас будет одно, как сказать о Боге. И поступать должны строго по Евангелии. Тогда мы будем неуязвимы. Римлянам 16.7 Приветствуйте Андроника и Юния и взродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня, еще уверовавших во Христа. Вот Павел говорит, они раньше меня уверовали. Это имеет какое-то значение. То есть у них стаж больше во Христе уже. А Андроник и Юния. Это редкий случай, когда оба умерли своей естественной смертью. И апостол Павел всем, кто помогал, проповедовал, передает приветствие и поклон. Да даст Господь, чтобы среди вас были свои Андроники и Юнии, Акилы и Прискилы. Богу нашему славу вовеки. Аминь.